С редькой. Я просто леплю. А, правильно. С редькой не будем. Давай с мухоморами. Давай с мухоморчиками. Поговорить с грибами тоже можно. Это интересно. Итак, сейчас делаем несколько вдохов и выдохов. Друзья, кто хочет, может погружаться параллельно. Будем наполняться энергиями. Очень хорошо. И с каждым вдохом и выдохом ты уже соединяешься с энергией воздуха. Активируешь канал связи с энергией воздуха. Наполняешься энергией воздуха. Воды, земли, огня. Очень хорошо. И теперь переводим внимание на макушку головы. Почувствуй. Как медленно, медленно. Водит в макушку твоей головы. Водит в макушку твоей головы. Состояние гипнотического трассы. Расслабляются мышцы лба. Вверх. Нос. Расслабляются мышцы губ. Языка. Подбородка. Подбородка. Расслабляются мышцы шеи. Расслабляются мышцы плечей. И предплечья. Каждым вдохом и выдохом расслабление становится еще глубже, еще больше. Приятная волна расслабления заполняет твои руки. Расслабляются ладони, пальцы рук тоже расслабляются. Расслабляются мышцы мышцы спины, груди, живота. Полностью каждой мышцы мышцы расслаблению. Мышцыक отtinya. Расслабляются мышцы ног. Ног, расслабляются бедра, колени, икры ног, ступни и пальцы ног тоже расслабляют. Приятное расслабление полностью окутало все твое тело, уходят все преграды, уходят границы тела, шумы становятся несущественными, Делого ясно, все ненужные мысли улетели, и ты погружаешься в два раза глубже, в два раза сильнее, чем был до этого. Представь себе, что ты находишься на площадке лестницы, и ты видишь идущую вверх деревянную лестницу, покрытую лаком, под ногами ковровая дорожка любимого тобой света. И сейчас начнешь подниматься вверх, взявшись удобно рукой за перилом, и с каждым шагом вверх ты будешь погружаться в состояние транса в два раза глубже, в два раза сильнее, чем был ранее. Перила, смотри, расскажу, перила, какая-то белое дерево, ну как сосна, светлое дерево, потом хром идет, и стекло, такие стеклянные боковые, ну у лестницы и справа, и слева стекло, а ступеньки тоже, как такие плиты, как металлические такие плиты, что ли, и хром, их как будто держат хром, хромированные трубочки, красиво так, легко кажется. Это ковровая дорожка, красная, в каких-то яблоках, ну как это объяснить, это не яблоки, как нарисованы, а какие-то кругленькие такие, кругленькие, даже больше как на монетки похожи, как на лошади, да, бывает такой цвет, лошадь в яблоках, говорят. И тут такая, как красная такая дорожка, и такими яблоками посыпано, такими пятнышками, вот я по ней поднимаюсь. Очень хорошо. И так, первая ступенька, погружаешься еще глубже. Вторая ступенька, чувствуешь себя легко и комфортно. Третья ступенька, уходит абсолютно все напряжение своего тела. Четвертая ступенька, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая ступенька. Третья ступенька, и ты на площадке вверху. Здесь белые двери открываются, и меня как будто приглашают войти внутрь и говорят, давно тебя ждем, заходи, заходи. Это как конференция. Много людей. Недавно выступал Путин, вот на Валдайском форуме. Вот такая же примерно атмосфера. Выступление какого-то. Кто-то будет говорить, много людей, много гостей. Вот. И такое светлое пространство. Я туда вхожу. Двери закрываются. Отлично. Как ты чувствуешь, нужно ли тебе поднять энергию? Нет, нехорошо. Отлично. Мне комфортно, я полностью расслаблен, я в безопасности. Отлично. Все необходимые энергии автоматически наполняются настолько, насколько это необходимо. Индивидуально для тебя, с учетом всех твоих особенностей. Хорошо, пиши это пространство. Что ты там делаешь? Я зашел, много людей, все почему-то смотрят. Я зашел, как бы, вот на людей смотрю. Они смотрят от меня вправо, от них влево. И там сцена. И на сцене два самурая сражаются. Показывают какое-то искусство единоборств. Красиво одеты самураи японцы с мечами. Очень движения у них четкие, отлаженные. Показывают какое-то сражение, но в этом кроется глубинный смысл. И все смотрят не только на сражение, но здесь идет как игра и сражение человека самим с собой. Насколько он искусно сам с собой сражается. Где-то он оправдывает себя. Где-то он нападает на себя. Где-то он отступает. Дает волю каким-то своим порокам или слабостям. И наблюдает со стороны. Где-то он идет в атаку. Где-то он становится более светлым. А иногда он становится более темным. Это все как игра разума. Игра света. Игра эмоций. Игра мыслей. Это очень много здесь происходит. Но эти самураи выглядят невозмутимо. Непоколебимо. И они абсолютно внешне не показывают никаких эмоций. Никаких. То есть, они показывают профессиональное владение своим телом. И своими эмоциями, и мыслями, и желаниями. И владение своим страхом. Вот эта игра показывается сейчас на сцене. Это у них какой-то древний ритуал. Как будто бы какое-то древнее ремесло. Вот это и ненаборство, и это и философия, это и традиция. И все в одном. Как ты чувствуешь, что это за люди, которые находятся в зале? Знакомы ли они тебе в этой жизни? Частично я чувствую, кто проходил обучение, кто меня знает, кто слышал Союз Светлых Сил. Это тот эгрегор, про который задавал Сережа вопрос про эгрегоры. Да, то есть, те, кто знает это место, да, вот эту аббревиатуру эту, да, кто как-то себя считает сопричастным. Те люди входят в этот Союз Светлых Сил. Кто-то входил, но вышел, разочаровался. В ком-то потухла искорка. Сердце в душе. Кто-то ожидал чего-то большего. Кто-то еще там с другими заходил сюда. Потребностями. А кто-то просто ушел довольный, веселый, дальше пошел по своему жизненному пути. То есть, тут те, кто как верит. Вот те, кто верит. В Светлые Силы, в Союз Светлых Сил. Кто в каждом ролике ищет... Зерно правды, да. Зерно истины. Ищет дальше, продолжает искать. Либо этими практиками пользуется. Вот, и дальше развивается. Ну, тут все одеты в костюмах. Вот, как будто классические костюмы, платья. Вот. И такая... Как бы это торжественная какая-то такая, знаешь. Но это не фестиваль, как это вот... Это как форум. Это как форум или... Вот. Симпозиум какой-то. Вот. Может быть, есть какая-то повестка дня, которую вы собрались там сейчас обсуждать? Ну, какая картина идет? Пока не улавливаю. Но все сели на стульчики и смотрят на сцену. И я сажусь, смотрю на сцену. А теперь мужчины ушли. И на их место пришли женщины. Японские, красиво одеты. Идеально уложены волосы, косметика. И они танцы какие-то. Начинают танцы. Ощущение из слова идет, как гейши. Показывают искусство любви. Невербальное. Что такое невербальное? Не прикасаться, да? Невербальная передача женственности. Без звука. То есть движение. Любви. Да, и вот они начинают синхронные движения. Замедленно все. Как будто замедленные... Происходит замедленно все. То есть это вот... Они как будто влечение активируют. Как вот это флюиды, как будто запускают по воздуху. У них большие рукава. У них точеные фигуры. Все движения. Точеные такие отточенные, отточенные движения. Они полностью показывают покорность. Они показывают ум, эрудицию, женственность. Танцуют красиво. То есть как какой-то театр такой делают. Театр. Вот. И одеты все в национальные костюмы. Они показывают и как бы вот женскую мудрость через свое тело, через движение перед... Как будто вот способ манипуляции мужчины через движение, через флирт, через влечение. Да, вот эта вот связь мужчины и женщины, они показывают вот так вот очень красиво. И тем самым они подчеркивают женственность. И в то же время они позволяют мужчине быть мужчиной. Как бы покоряются перед ним. Показывают покорность. Очень хорошо. Есть ли еще какая-то скрытая информация? Говорит, говорит. Идет дальше, дальше идет. Вот эти опять уходят. И чуть-чуть дальше опять какая-то сцена появилась. И там начинает плясать какая-то как попса. Как в нашем понимании попса. Скачут, что-то дергаются. Дергаются что-то. Это тоже женщина. Немножко так как-то сексуально вызывающе как-то выглядит. Пляшет, танцует, ходит туда-сюда. Вот. Идет какой-то сравнение, какой-то анализ, что ли, истории. Глубина донесения информации, да, через действие. Идет то, что как будто мы стали проще. Вот, вот, вот это слово. Да, да, да. Очень какими-то простыми стали. Очень просто. Мы не вкладываем тот смысл, который нужно вкладывать. В наши слова, в движение, в поступки. То есть, нет в них традиции, нету в них отсылания к предкам. Ну, опять же, к роду, к традиции, к народности, к которой мы принадлежим. Как-то вот все очень стало просто. Проще. Все, вот, танцы, показывают даже какой-то секс. Он потерял секс. Ну, просто в каком-то пьяном состоянии. Глубину потерял, да. Где-то в ночном клубе. Да, где-то в ночном клубе потерял, потеряло большой смысл, который вкладывался, ну, как церемония определенная. Раньше. И... А сейчас это просто как... Почему-то как животные, говорят. Как будто мы возвращаемся, что ли, как к животному какому-то больше. больше вот эти инстинкты, да, и не умеем эти инстинкты или не хотим контролировать. Или не умеем, или не хотим. Ну, это в общем имеется в виду человечество, да. Если мужчина увидел девушку у мини-юбки, да, и у него сразу влечение появляется. И он хочет моментального, ну, финала. Поэтому там и насилие происходит, и изнасилование. И кто в этом виноват? Ну, оба, конечно, виноваты. Не один кто-то. А в этом виноваты оба, конечно. И опять мусульман показывают. Мусульман в хиджабах, платьях. Вот они носители своей культуры, носители традиций, носители обычаев. И это очень хорошо. И это очень хорошо. То есть в каждой культуре есть какие-то элементы, которые сохранили свою глубину и качество, подачу, восприятие неискаженное. Есть с чем учиться. Да. Да. Не потеряли. Скажем так, не потеряли. А что не потеряли? Только что проскочило. То есть они не потеряли свою идентичность. Они дальше продолжают быть носителями культуры. Своего народа, веры. Своей веры. Своего народа. И никакая там лярва уже не проскочит. Скажем так. То есть глубина. Во всем должна быть глубинная глубина. И в этом и надо нам как бы разбираться в этой глубинной глубине. В традициях. В поведении. А вот смотри, Павел. Вот есть такое бытует мнение, что вот закрывали хиджабом, чтобы через женщину не уходила энергия из рода. Что женщина может своей внешностью эту энергию из рода как унести. Я вижу, чуть по-другому идет. Зачем закрывались. Ну мне уже так показывали когда-то давным-давно. И опять это начинают прокручивать, показывать. Она не открывается, чтобы в мужчине случайно не вызвать влечение. Вожделение. Если мужчина на женщину посылает вожделение, а она чужая жена, это уже грех. И он на нее посылает лярву. Он уже на нее посылает энергетический шлепок. И к ней пролипает этот шлепок. Понимаете? Это уже негативный посыл. Вожделение, желание чужой женщины. Та же самая зависть. За красоту вот эта вот всякая там женская, да? Стройная фигура, не стройная. Красивое лицо, некрасивое. У женщин же много. Да и у мужчин. Вот эта зависть. То есть, когда она закрывается, она ничего этого не вызывает в окружающих. Ну вот. Вот и получается, что энергия не уходит из рода. Да, не уходит. Не уходит энергия, и никакая лярва ничего не прицепляется. Никакой сглаз не цепляется. Никакая вот эта зависть не цепляется к ней. То есть, она максимально защищена. Если там она беременна, и ребенок максимально защищен. Не должен никто видеть живот. Никто не должен там ее беременную возжелать. Да, вот она не должна как-то там чувствовать себя ущемленно, если она не может там наклониться. Или, ну, чтобы юбка задралась. Да, вот эти вот моменты. То есть, они максимально... Их нету. Их нету. Вот. И поэтому, да, сила рода сильнее, конечно. И семья такая крепче. И дети сильнее, крепче. Как-то говорят, что вот мусульманизм идет. Мусульманизм идет. То есть, мусульман все больше и больше. Это становится все моднее и моднее. Модно становится намаз читать. Закрывать себя. И это не, как там, никакой там не радикальный там ислам. Это просто естественная потребность. Естественно. Ну, а как вот современной женщине? Вот она же... Не все же оденут хиджаб-то. А у каждого свой выбор. У каждого свой выбор. Опять показывают наших славянских женщин фестиваль. Где тоже красивые платья одевают, пол. И женщина становится женщиной. Показывают мне сейчас, как идет девушка. Я ролик видел в ютюбе, где девушка идет женственная в платье, в шляпке. Маленькую сумочку держит и на каблуках. И все вокруг поворачиваются, словно она инопланетянка. То есть, не могут ее ни мужчины, ни женщины воспринимать. Отвыкли от женственности. Люди отвыкают от женственности. И женщины отвыкают проявлять свою женственность, свою слабость. Все хотят быть сильными. И забывают, что надо показывать слабость, чтобы быть сильным. Она же женщина, а не мужчина. Мужчина может быть слабым, но должен показывать силу. А женщина наоборот. Может быть сильной, но должна себя показывать как слабая. С мужчиной. Показывают, что раньше закрывали. Беременных не выпускали на улицу. Они только во дворе могли ходить и в доме сидеть в избе. Чтоб никто на нее не посмотрел, не сглазил. Чтоб на ребенка не было никакого темного влияния. Чтоб ни в коем случае роженица не испытала страха, боли, обиды. Чтоб она во время вынашивания не боялась, не испытывала. Иначе это напрямую повлияет на развитие ребенка. Напрямую повлияет на развитие. Внутриутробное. И потом при рождении. И на всю его дальнейшую жизнь. Волнение матери очень сильно передается на ребенка. На его физику, на его психику. На его иммунитет, иммунную болезнь. В том числе, женщина способна родить больного ребенка. Должна родить здорового. Но, испугавшись, получил какую-то травму психологическую, истерику, предательство или еще что-то, она может родить уже больного ребенка. А скажи, Павел, вот если она испугалась, мы можем ее как-то почистить? Убрать этот страх? Это нужно сразу делать. Либо в тот же день, либо на следующий день. Максимально быстро. Женщину. Да, но уже. Вот показывают женщину, да. А ребенок уже испытал этот шок. Все, уже скорректировалась его. Его физиология, сердце, кровеносные сосуды. Уже. А мы можем синхронизироваться с ребенком? Вот туда закрыта информация. Вот мне показывают. Вот ребенок. Ну, то есть, условно говоря, шла беременная женщина, на нее напала собака, да. И она испугалась, закричала, разнервничалась, да. И убежала от нее, а собака за ней гонится, да. Кусает ее за пятки. Все. Вот это уже стресс, который очень сильно повредит ребенку. Очень сильно повредит. Вот уже с этого поступка идет нарушение психики, физики, сокращение мышц, сердца. То есть, много-много негативного последствия уже пойдет на эту женщину. И виноват в этом кто? Мужчина и окружение этой женщины, что ее не удержали, не сберегли, не сохранили, не объединились вокруг нее, а должны по всем правилам души и духовного развития. Родственники все должны объединиться и помогать этой женщине. Избавлять ее от труда. Избавлять ее от волнений. Плохие новости ей не доносить. Телевизор выключать. Музыку слушать. Вышивать, вязать, петь. Это можно. Хорошие новости. А плохие нельзя. От этого мы и имеем больных детей, не понимая последствий. Какие-то еще детали процесса рождения, рекомендации? Когда подходит время, на что обратить внимание? Показывают лежит и ест, лежит и ест. Много, много ест. Баловать. Максимально баловать. Даже если это как-то другим вызывает дискомфорт, не показывать этот дискомфорт и просто баловать. она сама как ребенок в это время становится. Женщина капризничает. У нее перемены настроения. Каждых полчаса. Баловать, как к ребенку относиться и оберегать ее от всяких волнительных мыслей. внушать ей. Все хорошо, все будет хорошо, так должно быть. Все хорошо, не переживай, ухаживать за женой. Ну, это мне так делал, мазь наносить на живот от растяжек, чтобы растяжек не было. На бедра, на живот, на грудь. А вот скажи, пожалуйста, Павел, а вот дети аутисты при каком событий рождаются? Мама себя вела хорошо при беременности. Почему ребенок-то сейчас-то очень много детей аутистов стало? В чем причина? Много причин. говорят, что немножко ты неправильно говоришь, что мама вела себя хорошо. Все равно есть очень много сейчас-сейчас-сейчас. Много факторов показывают, там десятки нитей идут, десятки факторов влияют на это. на рождение неполноценного такого в нашем понимании неполноценного поврежденного ребенка в нашем понимании. почему много рождается детей аутистов, душ аутистов. Радиация, говорят. Один из признаков это радионуклид какой-то, радиация. Один из признаков. Давай по нитам я сейчас пойду, по часовой стрелке, по этим нитям. может быть я к каждой буду прикасаться и мне будут показывать образы на круглом зеркале. Передо мной круглое такое зеркало, от него в разные стороны идут нити и я прикасаюсь к этим. Вот первое сразу показали радиацию. Второе стресс. Третье бытовая химия. очень сильно влияет бытовая химия. Это моющие средства, всякие хлорки, всякое шампуни. Вот это тоже влияет. Вот. Так, идем дальше. Следующее, что это такое? Что-то зеленое. Нитка почему-то зеленая. Ой, куда-то раскрывается понимание. Куда-то сейчас не понимаю. Какое-то болото, какое-то трава, какие-то водоросли. Вонь какая-то идет из болота. Сейчас что-то я это не понимаю, что такое происходит. Что-то выделяется в воздух. Газы какие-то. Болото, водоросли, булькает что-то из-под земли, как будто бы откуда-то из глубины какой-то газ выходит через болото. Это как-то тоже влияет. Ладно, идем дальше. Что еще влияет на рождение аутистов, детей аутистов, аутисты, аутисты. А вот смотри, Павел, посмотри, пожалуйста. Сейчас, подожди, подожди, начали показывать какие-то лекарства. Показывают какое-то лекарство тоже делает неполноценным. Какое-то лекарство попадает в организм женщины и плод ее делается неполноценным. На яйцеклетку как-то влияет. Яйцеклетка что-то накапливает, закапливает в себе. Это гормонные, типа как на винетто женские такие таблетки могут менять гормоны получается женщины, то, что накапливают. Что-то показывают шаричек, маленькие яйцеклетка, которая должна оплодотвориться, а она уже какая-то не такая видоизмененная от какого-то показывает от какого-то лекарства, попадает в женский как-то организм, влияет на яйцеклетку, и она уже какая-то не такая. Но не все яйцеклетки такие, а они там, условно говоря, я вижу сейчас тысячу яйцеклеток, а из них процентов десять. Вот таких, что если в них попадет сперматозоид, то будет ребенок аутист. Физиологию пока вижу, видишь, пока все показывают по физиологии, что надо беречься, беречь организмы свои, потому что мы какую-то эру идем техногенную, где много всякой химии везде, и в воздухе, и в еде, и везде летает много всякой химии, радиации, и видоизменяет этот процесс зачатия, вот этот яйцеклетка, сперматозоид, а, а ну-ка подожди, а сперматозоид, может быть, сперматозоид какой-то не такой, такое бывает, сейчас мы откатываем назад, откатываем назад, время, время, посмотрим, посмотрим, мужчина, да, мужчину, сейчас смотрим мужчину, какой-то идет с ирокезом, такой, какой-то брутал прям, почему-то с ирокезой в кожанке такой, пиво пьет, вот, вот, блин, какой-то он демонический такой весь из себя рок, рок-музыкант какой-то или рок-фанат, вот, и показывают, что он тоже может давать какой-то видоизмененного этого сперматозоида от, от наркотиков, от принятия наркотиков, там тоже меняется микрофлора, есть какие-то определенные вещества, которые, если попадают в организм мужчины, и они тоже ему видоизменяют эту вот микрофлору, там, я не знаю, какую-то жидкость, и они, они меняются уже, и эта партия, она какая-то не такая, она какая-то зараженная сперматозоидов, вот, не все, то есть не всегда, не все, а именно вот эта партия, именно в это время, она будет какая-то неполноценная, вялая какая-то, отравленная, отравленная, да, она какая-то, как каким-то наркотиком поврежденная, или ядом каким-то, то есть каким-то ядом поврежденный сперматозоид может быть. То есть рекомендуется какую-то часть времени, то есть ограничить Диету, вообще, а я прям диету. А вот скажи, Павел, вот грибы, грибы могут повлиять на сперматозоид, там, яйцеклетку, грибы, мухоморы. Да, 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 тоже, все влияет. Трава там. Все тоже влияет, да, 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 да. Может, поэтому и, то есть показывают не то, что какой-то именно фермент, показывают в целом, что вот это зачатие перестало быть важным событием. Оно стало... Больше случайным событием стало. Да, 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 да. В 90% оно случайное по залету, это случайно, где-то перепихон, раз-раз, и получаются вот это поврежденные дети. Та же муж с женой, и то могут выпить что-то, какой-то яд, да, и у них тоже вот эта партия яйцеклетки и сперматозоида, именно эта партия, она поврежденная будет. А вот скажи, Павел, инопланетные могут повлиять, что ребенок аутисты? Вот бытует мнение, что аутист – это инопланетная душа. Может такое быть в аутисте душа инопланетная? Посмотри, со стороны вот и наблюдателя. Ну, они какие-то другие. Я вижу, что другие, мышление другое, восприятие мира другое. У них, они как смотрят по-другому. Я встречался в своей жизни несколько раз, ну, может, раз десять с такими людьми. Я сейчас сверху вижу, мне вот показывают, что они не такие, как мы. Сейчас, 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 я просто не пойму, в чем, в чем они не такие. А ты на структуру ДНК посмотри, сколько спиралей. А я не понимаю ДНК, я не знаю, сколько должно быть. Надо сначала изучить. А ты сейчас можешь одну рядышком поставить ДНК, которая обычного человека, обычной души, да? И рядом вот это вот измененное генетически. Один, два, три. И приходит понимание. Что-то там хромосомы говорят. Хромосомы. Я даже не знаю, что такое хромосомы. А что-то там с хромосомами не так. Я вижу, крутится вот две. Ну, почти одинаковые, почти чуть-чуть. Вот какая-то где-то коррекция идет. Сверху. С верхней части какая-то вот корректировка происходит. Что-то вылетает. Как будто что-то не хватает. Какое-то вылетает одно звено. Одно звено. Когда джангл, в игру играешь, этот, одну вот кубик достаешь, все равно продолжает стоять. Да, эта структура, она стоит, но без одного кубика. То есть не хватает там что-то. Не хватает что-то. А ты можешь, Павел, посмотреть вот на полушария. Вот есть правая, левая у них. Вот перед тобой здорового человека, ребенка, полушария. И аутиста, ребенка, полушария. Вот мне показывают мозг. И над мозгом, над мозгом выходят как будто из мозга, то ли импульсы вверх выходят. Синие, розовые, какие-то голубоватые, фиолетовые. Такие переливами импульсы. И как будто кто-то ходит туда-сюда по этим и косят эти импульсы. Как газонокосилкой. Он поездит, как будто что-то ездит и косят, косят вот это вот. Они ранимые. Нарушение связи. Ранимые показывают. Очень ранимые. Обидеть легко. Они какие-то дети. Детские. Даже если выросли, все равно как дети. Как в детском каком-то. Показывают дети. Они ранимые, как дети. И они каждое слово невзначай. Их может очень сильно ранить. Удар нанести очень сильно и ранить. Им тяжело жить в этом мире. Им тяжело очень. Грубые люди все вокруг. Для них очень кажутся темными. Грубыми. То есть это целая мука. Они приспосабливаются. В этом мире. Слова. Люди жестокие. Говорят слова. Им непонятные. Неприятные. Очень обидные. Очень обидные. Слова. Ранят их очень. Они одиноко часто живут. Очень замкнуто. И одиноко. Уже взрослым. Взрослым. В этом. Возрасте взрослым. Вот. Они замкнуто живут. И они не понимают. Они совсем другие. У них вот этого что-то не хватает. От какого-то такого. Логики что ли. Как будто логики такой вот этой не хватает. Вот сложно мне это объяснить. Вот что-то не хватает. И они по-другому живут. Им кажется этот мир жестоким. Очень сильно. Ну очень сильно жестоким. И выход в магазин. За покупками. Для них целое испытание. Тяжело. А вот дома. Когда они закрывают. Хорошо. Даже тут они. Не чувствуют себя полностью в безопасности. Потому что. Шумы людей. Разговоры за стеной. Вот. Это их все будоражит. Будоражит. Ну не всех. Наверное не всех. Но я вижу. Что. Такое какое-то идет. Ну вот поэтому их и называют. Что они как с другой планеты. То есть. Ну они не вписываются в нашу среду. Как другой вид. Они. Не вписываются в общепринятые поведения. Общепринятое поведение. Не вписываются. Общепринятое поведение. А вы смотри. Да. Легко обидеть. Да. Павел. Ну вот сейчас они. Эти детишки рождаются. А в будущем. Они еще больше будут рождаться. Экология-то. Нарушается. Нарушается. Да. Еще больше будет. Поэтому и говорят. Что да. В природу идите. Жить. Кто хочет хороших детей рожать. Идите в природу. Перед зачатием. Надо полгода. Диету. Полгода нужно. Очищать. Очищать организм от ядов. От химии. Перед зачатием. Как правильно рожать женщинам? Как она должна рожать? Не понял вопрос. Нету картинки. Я не понимаю как. В воде там. Или лежа. Или стоя. Как правильно нужно детей появлять на свет? Нет такого. Нет такого понятия правильно. Кому как удобно. В каких ситуациях не оказался человек. Так и надо это делать. Это должно быть минимально травмирующее для роженицы. И для ребенка в виде стресса роженицы. Потому что он передается. И падение ребенка. Очень большая вероятность. Падение ребенка. Удар в землю. Или удар. Если это где-то в природе. То условно говоря стоя. Или сидя. Или. У меня разные какие-то картинки такие показывают. Разные. Разные. В разных народах. В разные традиции. Кто-то. Какую-то женщину привязывают руками к дереву. И она стоя рожает. Кто-то рожает сидя. Кто-то в воде. Кто-то лежа. Но ребенок не должен выпасть и удариться. Ребенок не должен задохнуться. Получить травмы родовые. То есть максимально мягко. Роды должны произойти и для роженицы. И для ребенка. В той среде где происходят роды. Вот. И плюс инфекцию можно занести. Как ребенку очень легко. В момент рождения. Так и роженицы. Вот. Но показывают мне почему-то очень много показывают. Где прям в природе рожают. В поле. В поле. Где-то на улице. Прям рожают. Шла-шла-шла. Начала рожать. Родила. То есть все говорят. Как будто прошлые какие-то. Прошлые века показывают. Что это было как обыденным делом. То есть никто. Как сейчас. Не было такой медицины. И такого этого ухода шикарного. Что сейчас самые идеальные условия созданы. Для того. Чтобы рожать много детей. И детей рожают мало. А раньше условий не было. И рожали много. И зачем тогда все эти условия. Шикарные. Если люди не хотят рожать. А люди хотят рожать. Но почему-то не получается у них. Есть такие семейные пары. Что проходят обследование. Мама, папа здоровые. А нет ребенка. Подожди. Мне сейчас только показывают аборты. 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 Показывают тысячи. Тысячи. Абортов. Не принятие детей. Не принятие душ. Это в прошлом мама совершала? Сейчас. Ну, имеется в виду статистика. На планете. Статистика. Что очень много абортов. Очень много контрацепций. Всякой разной появилось. Она тоже. Ну, вот презерватив. Как будто самые легкие контрацепции. А какие-то там таблетки, спирали. Она тоже какой-то вред там наносит. Внутри. Гормоны. Внутри. Наносит. Изменяет. Видоизменяет что-то. Говорят, что очень много аборты делают. Просто конвейеры стоят. Конвейеры на аборты. И люди, забеременев, обсуждают убийство ребенка. Обсуждают. Сомневаются. Очень много черной энергии. В это время переживают. И врач получает черную энергию. И женщина в момент аборта восстанавливается, болеет, страдает, переживает. Вот это все очень сильно влияет на деторождение. Эта функция портится, портится, портится. Функция деторождения. Павел, такой вопрос. Вот считается, что первый мужчина, с которым вступает женщина в связь, да, в интимную, оставляет в ее структуре ДНК на ее клетке вот эти отпечатки, импринт, так скажем, да? Это верно? Да, это верно, да. Это есть такое. У меня мурашки аж по телу идут. Но это не физически, это энергетически, опять же, энергетически. Энергетически он оставляет след, отпечаток свой. Но я больше скажу, это как будто даже не я говорю. Кто-то говорит, это не я. Говорят, что каждый мужчина, который вот посмотрел на женщину, да, он тоже на нее уже откладывает отпечаток свой. Вот этого вожделения, вожелания, да? У кого-то глаза бывают, ну, слабые, у кого-то очень сильные глаза. Через глаза энергия передается. Похоть, влечение, да? Вот это тоже. Поэтому, как бы, вот говорят, берегите детей от этих, отмени юбок, от этого, какого-то вульгарного такого поведения. Это очень опасно. Может нанести очень большой вред. Вред девушке. Вред девушке, ее детородной функции. И отпечаток, отпечаток на нее. Очень большой нанести. В негативном ключе. Ну, то есть, вот это каждое вожелание, это как черный шлепок, 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 шлепок. По ней. Как будто ее сто мужчин, ну, как бы, перелапали. Это даже без прикосновений. Это даже без прикосновений. А если еще и прикосновений, так там вообще, то есть, как-то очень плохо все. А вот смотри, Павел. Она потом находит другого мужчину, уже все, замуж выходит. И вот этот первый мужчина, отпечаток и на ребенке откладывается, которого она рожает уже от мужа. Энергетически откладывается этот отпечаток первого? Не всегда. Вот мне показывают. Мне вот смотрите. Это закон Рита, так называемый. Есть такой закон Рита. Но вот показывают очень важно, с кем она первый раз испытала оргазм. Потому что первый контакт может быть даже неприятным. Но потом она встретит другого парня, который будет ее мужем. И с ним она испытает уже удовлетворение, удовольствие. И оргазм испытает. Вот в момент оргазма, вот это самый сильный отпечаток остается, когда девушка, да, или женщина испытала оргазм. Вот в момент оргазма, вот там отпечаток остается очень сильный уже, намного сильнее в сто раз, чем просто от секса. Но она ничего не испытала, то есть оргазма не испытала. В момент испытания оргазма отпечаток остается сильнейший. Как на ее психике и на физике, да, и на эмоциях, на всех телах остается сильнейший отпечаток, да. А если так, был там первый секс, но без оргазма слабая, там слабенький-слабенький отпечаток остается. А вот. То есть, условно говоря, муж ее может перекрыть других. Он должен постараться сделать ее максимально счастливой, да, максимально удовлетворенной. И он перекроет ее других мужчин. Заряд сильнее он должен сделать, чем были другие до него, ну, условно говоря. Ну, хорошо. Паш, как чувствуешь? Показывают какую-то следующую картинку? Потому что мы так на одной зацепились глубоко. Нет, ничего не показывают. Я как будто в тумане. Картинки появляются только как ответ на вопрос. А как ты чувствуешь, ты в зале еще? Ой, я даже не знаю, где я. Я в каком-то энергоинформационном пространстве нахожусь. Я в энергиях плаваю. Синие, фиолетовые. У меня вот вопрос. А детям, когда рождаются им прививки, можно делать или это не стоит делать им? Ноль. Показывают, что тут без разницы, как воспринимает ребенок. Нет, не ребенок. Как им родители решат. Я не вижу. Вот вообще ноль идет. Ноль-ноль. И так, и так. Хочешь, делай, хочешь не делай. То есть вся ответственность на родители. Понятие правильного не существует. Правильно в каждом отдельном случае по-разному. Понимаете? Нет одного правильного для всех. В каждом случае Павел делал своим детям прививки. Кто-то отказывается делать. И тот прав, и тот прав. Для себя. Нет единого какого-то мнения, которое бы удовлетворило всех. В Африке рапе курят дети вместо прививок. И айваску пьют с детства. И другие вещи там. Яд лягушки себе. Под кожу запускают. У них такая традиция прививок. В этой местности. Другие показывают племена Ямал. Вот туда. Они очень много трупного яда едят. Он для них как усиление иммунитета, как прививка. Полу с гнившую рыбу. Полу с гнившую рыбу. Полу с гнивших оленей. У них это считается прививка. У каждого народа есть своя традиция, которую он придерживается. У кого-то еда является иммунитетом, укреплением от заразы. Показывают мне какое-то племя, там специально детей какими-то змеями кусают. Чтобы какая-то змея укусила ребенка, тем самым она его усиливает иммунитет. Кто-то скорпионом в определенное время, в определенных условиях. У кого-то пчелы кусают для иммунитета, а у кого-то комары. Говорят, что раньше этого не было. Раньше этого не было. И много было смертей, непонятных болезней. Целые города умирали, трупами завалены были. А потом появились прививки, стали понимать, что это за болезни. И сейчас где вы видели, чтобы целые города вымирали? Это все благодаря прививкам. А делать или не делать, это каждый сам решает. Но ведь за смерть отвечают высшие силы. Значит, так угодно было высшим силам, чтобы целые города умирали. Кто вам сказал? Никто не за что. Как можно за смерть отвечать? Ну как? У каждого же жизнь под... Ну как? Вот сколько ему отмерено, столько он и живет. Ну, множество вариантов развития. Показывают реки, вариантов развития и ручьев. Вот. И разных водопадов. И разных расщелин. Множество, множество. Какая-то рыба плывет правильно. Какая-то застряла, какую-то съели. А бывает, если эту воду отравить, то умирает вся рыба в водоеме. А вот скажи, Павел, прививка... Это кто-то инопланетный нам дал технологию? Или это высшие силы нам? От создателя вот эти прививки нам? Сейчас как-то показывают так. А почему-то мне не показывают ни высших сил, никого. Я как будто на уровне земли, что ли. Сложно это объяснить. Но мне никого оттуда не показывают, высших там или низших. Говорят, это эволюция, наблюдение. Это доктора, врачи, лекари придумали. Маленькое количество вводить болезни, чтобы вырабатывался иммунитет. Это маленькое количество яда. Вкалываются, чтобы организм научился сопротивляться этому яду. И вырабатывал иммунитет. И выработав этот иммунитет, организм уже имеет иммунитет к этой болезни. Чума, лихорадка. Еще там какие-то... Говорят, что раньше целые деревни вымирали, целые города вымирали. А потом ученые научились с этим бороться. Противодействовать этим вирусам, этим инфекциям. А это все было вот тоже от антисанитарии. Появлялись эти вирусы. Плохо мылись. Плохо утилизировали отходы. Города росли. Не умели утилизировать вот эти пищевые отходы. Канализационные стоки. Это все попадало опять в воду. Вот. Какая-то грязь. Смрад был. И пошли вот эти вот... Половых очень много. Грибков. Каких-то болезней. От грехопадения. Ой, что-то меня несет куда-то. Ой, что-то меня несет. Показывают какие-то публичные дома. Там у женщин сифилис. У какого-то нос отвалился. У кого-то там еще что-то. Это все было антисанитария. Она привела к МОР. МОРу привела. Пали люди. Это какое-то грехопадение. Ну, можно сказать, наказание высших сил за грехопадение. Но на самом деле это все делают люди сами собой. Сейчас такая позиция идет. Я знаю, что есть много точек зрения, да? А сейчас почему-то такую точку зрения ведут. Показывают. Что все человек делает сам собой. Вот. И опять вопрос был про прививки. И показывают. Какая-то медсестра добросовестная. Правильно все сделает. А какая-то неправильная. Неправильно хранила лекарства. Эту прививку. Неправильно набирала. Неправильная игла. Что-то там неправильный шприц. Руки не помыла. Да? И вот бывают, да? Вот эти эксцессы. Эксцессы. Когда уводится что-то не то. Идет побочка. Побочные эффекты. Да? И можно потерять ребенка. Можно. Есть такой риск. Есть такой риск. Но он не больше, не меньше, чем потерять его от какой-то инфекции. От той же самой. Или потерять его от какого-то отравления. Или резкого остановки сердца или дыхания. Много очень факторов это влияет. Ну, вот самый мощный фактор. Если хотите здорового ребенка. Показывают. Знаете, кого показывают? Сейчас я вижу. Бабу такую крепкую. Сисястую. Здоровую. Бабу такую. Тетку такую. Которая крепче мужика. Вот такая баба родит здорового ребенка. А когда сейчас все начинают про фигуру. Про липосакцию. Думать. Про всякие процедуры там. Вот. Все это нарушает психику и естественное здоровье. С широкими бедрами. Женщина родит. Легко. И здорового ребенка. Которая сама счастлива. Полноценно. Любит себя. Вот. Сыта. Довольно. Крепкая женщина. Она даже в поле такая может родить. С узкими бедрами показывают. Тяжелее родить. Большой процент разрывов. Травм ребенка. Что-то там еще-еще. Нехватка кислорода. Задыхаться может. Вот. Большой процент. А сейчас видите как. Все наоборот. Все хотят быть худенькими. Стройненькими. Красивенькими. Искажается. Искажается все. Вот все равно. Детишек-то меньше стало рождаться. Даже если семья не делала аборты. Почему детишки? Почему души не идут на землю? Много пар. Очень много пар. Которые в планировании семьи стоят. Не могут они завести детей. А это тоже. Это кармическая и плюс физиологическая несовместимость. Есть такое. Бывает такое. Физиологическое. И опять показывают сверху. Показывают туннель. По которому идет души. И вот там наверху толпы душ стоят. У этого туннеля. Но как будто их отсюда должны дернуть. За какую-то веревочку. И тогда душа спустится. То есть мы их приглашаем. Мы приглашаем. Есть семьи, где женщина оргазм не испытывала. Никогда. Есть очень много разных факторов. Есть физиологическая несовместимость. Есть кислотная несовместимость. Есть кармическая. Когда все совместимо. А ребенка все равно никак не получается удержать. Матка не удерживает. Постоянные срывы происходят. Очень много факторов. Это нельзя одним словом как-то описать. Что на это влияет. Опять я вижу. Почему-то опять еда, экология, химии. Очень много везде. Лекарств чрезмерно много, чем надо. Чем должно быть. И лекарств не только этой женщины перед беременностью. А еще, когда эту женщину вынашивала мама ее. Вот в то время, какие лекарства пила мама. И как она, в каких условиях вынашивала эту девочку. Это очень-очень много факторов на это влияет. Тут нет одного ответа. Вы хотите какой-то один ответ? Услышать его нет. Очень-очень-очень много. А в целом, экология, физика, ой, нарушение ментального здоровья, физического здоровья. Как мамы, так и мужа, так и их родителей. Тут и прививки в каком-то, в какой-то числе, в каком-то, тоже что-то показывают. Что какая-то побочка есть и от прививок, и от еды побочка. И от образа жизни. Как двигаются. Много ли двигаются или мало двигаются. Занимаются спортом или не занимаются. Наоборот, бывает, от чрезмерного занятия спортом не рождаются дети тоже. Тоже перекос идёт. Тут нет одного такого какого-то ответа. Почему это? В каждом случае надо разбираться отдельно. Глубок разматывать, разматывать, разматывать. Искать, 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 и что делать. Искать, что делать. Советы, да, эти советы. Павел, как ты чувствуешь, будет ли в будущем более качественно применяться гипнотерапия для поиска вот этих всех причинно-следственных связей? Да, однозначно. Тоже много психосоматики. Очень много психосоматики. Боясь женщине рожать. Много женщин боятся рожать, страх. Потом много женщин боятся боли при рождении ребёнка. Никто не вкладывает в голову, что это божественный процесс, что это предназначение её жизни. Всей её жизни предназначение. Рождение ребёнка. Нет этой информации. А всё это как вот животное. Трах-бах и родила. Трах-бах и родила. Зачем родила? Почему родила? Кому родила? Кого родила? Нет этого большого смысла. Не вкладывается в это. Освещение идёт больше негативных ситуаций, чем самой божественной искры в этом всём. А потом говорят абуза. 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 Вот. И кто же вырастет с этого ребёнка, если он такие слова услышит, что он абуза? То есть такая многоуровневая, многомерная поддержка матери, подготовка к процессу, в комплексе будет выдавать очень положительный результат. Вот смотрите, показывают мне, знаете, что? Вот сейчас вы догадаетесь, да? Наверное. Показывают мне процесс планирования. Планирование, да? Рождается сначала у кого-то в голове мысль, да? Вот. Хорошо бы вот это иметь, сделать это вот так вот. Чтобы это получилось вот таким, вот таким, вот таким. Вот чтобы вот такая форма была у него, да? Такое лицо, такой, ну, конечности, вот такие, да? Вот потом, как бы, условно говоря, архитекторы создают это все на бумаге. План, да? Создается план этого всего. Да? Много архитекторов, там, дизайнеров над этим работают, создают это все. Потом специально под это создается конвейер, создается завод, строится, да? Нанимаются сотрудники, металл, ищут запчасти. И потом собирается машина, да? Определенного дизайна, определенного характеристик, качества, надежности. Сколько много параметров, да, вот вкладывается в создание машины. Если, если не сотни тысяч, очень много разных параметров, задействовано, сколько много всяких разных, задействовано специалистов. А вы думаете, что рождение ребенка, это проще? Это еще сложнее. Это еще сложнее. но почему-то человек вот не вкладывает в это действие, да, вот столько, а нужно, вот муж и жена должны вот ровно столько же, как на постройку машины, да, вот вложить энергии, потенциала, намерения. Вот тогда будет здоровый ребенок. А сейчас как происходит? Вот как в начале фильма показывали традиции, да, сражались эти самураи. Это что значит? Это мужчина над своими пороками трудился, ну, там, над алкоголизмом, над своей, над наркоманией, над ленью, еще там, над своим характером трудился, да, готовился заранее, чтобы, ну, как к зачатию, да, вот, очищал свой организм, спортом занимался, обливался водой, чтобы крепким быть, чтобы в конце у него получилось Феррари, понимаете? Дочка там, да, родилась в Феррари. Жена в это время тоже с малых лет, ее готовят с малых лет к ее предназначению, чтобы она стала женщиной, родители вкладывают в нее, что ты, вот, ты женщина, ты, вот, вырастешь, ты будешь рожать, учись, как ухаживают там за братиком, за сестренкой, за теленком, все это, вся жизнь, ну, девочки, только для того, чтобы она мамой стала от ее рождения девочки, и ее мама должна научить ее этому, чтобы у нее в итоге потом родилась тоже Феррари, а не Запорожец, понимаете? А в итоге, что, к чему это все сводится, вот, по телевизору американские фильмы показали школьники, как там американский пирог, трах-бак, виски выпили, кока-колу, кока-колу подмешали девочки, напоили, трах-бак забеременела, родила, и все. Где этот весь смысл, где это предназначение, да? А цели какие? Только деньги, деньги, ну, то есть, ну, жить хорошо, то жить хорошо, это когда муж любит жену, вот это значит жить хорошо, а не когда хоромы, и все есть, это не значит хорошо. Вот, вот это потерялся, эта нить потерялась смысл, как бы обесчистили саму суть женщины, что она женщина, роженица, красавица, мама, это очень сильные слова, мощные слова, молоком вскармливает потом плод свой, своего ребенка, человеческим молоком вскармливает, вот это из непростых да, человеческое молоко, уникальное происходит волшебство, это как уникальная покраска вот этого автомобиля, или заправка его там чистым бензином, то же самое и здесь происходит, мы привыкли следить за машинами за своими, за техникой следим, а за людьми как-то все упрощается и абы как, абы как, и так сойдет, и так сойдет, есть хозяин, да, который с машины пылинки сдувает, да, и каждую там, не знаю, царапинку красит, закрашивает, а есть которые шалтай-болтай, бампера поотваливались, все четыре колеса, разная резина, и восьмерка на колесах, и его это устраивает, да, вот, о, я так вижу, что такая идет философия, да, вот, что нам надо вот это вот, всю нашу жизнь, вот, эта осознанность, это и есть наполнение смыслом каждого шага, каждого общения с ребенком, учить, учить, надо детей вкладывать, 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 традиции. шанс, следующее поколение вырастить нового порядка. Ты знаешь, говорят, что как будто нет шанса, потому что настолько глубоко в нас это все проникло, великанская мечта, вот это вот комфорт, мы добровольно не откажемся от машины, от пылесоса, от микроволновки, от газа, от тепла, понимаешь, от коммунальных услуг, от еды в супермаркетах, это надо только силой забирать. И вот высшие, почему пошли все эти коронавирусы, эти все войны, потому что начали силой от нас отнимать это все. Показывают, насколько мы заблудились, насколько мы не туда идем. Вот. Племена вот в Африке счастливее живут и мирнее, как бы, да, и честнее друг перед другом, чем мы в современном мире. вот. Настолько глубоко у нас проникли эти телефоны, интернет, ноутбуки, телевизоры, да, добровольно человек не хочет отказываться. Вот ему предлагают, брось все, езжай жить на Алтай. а сложно это сделать, от всего отказаться. Вот. Поэтому мы посыпали сейчас очень много испытаний на людей. Потеря бизнесов, потеря денег, вложений, рушится, очень-очень много сейчас пошла волна по всей планете, потеря. Все все теряют. И дальше будет больше. и говорят, что любите то, что цените. Цените то, что имеете. Цените. А самое ценное у вас это дети и близкие. Муж, жена, родители и дети. Вот самое ценное. Бесценное. Бесценное. А все это остальное как будто показывает какая-то волна все смоет. Опять эта волна показывает какая-то волна придет и все заберет. Чтоб мы были вот опять друг с другом жили, лицо в лицо смотрели. Вместо того, чтобы в телефон и в телевизор смотреть. Вот садимся друг напротив друга и смотрим друг к другу в лицо. Как раньше было. Вот это говорят самая настоящая жизнь. самая правильная. И опять поиск. Поиск какой-то норы, поиск какого-то какого-то жилья, постройка этого жилья. Мужчина сразу мужчиной становится. Женщина очаг, дрова подкидывать, как-то еду стряпать. Женщина женщиной и хороший здоровый секс и крепкая яйцеклетка и хорошие бодрые сперматозоиды. Вот. А потом смысл. Начинается все обрастать смыслом очень большим. Начинают думать про реинкарнацию, про перерождение, про предков, про древо рода, наскальные надписи рисовать, всякие обряды проводить, чтобы здоровее ребенок родился еще перед зачатием, очищение перед зачатием, потом зачатие, потом просить богов, чтобы хорошего сына боги послали. Вот. Потом рождение, семья увеличивается и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть процесс должен быть наполнен смыслом, иначе он теряет смысл. Если он не наполнен смыслом, то он теряет смысл весь процесс. Хорошо, хорошо. Как, Паша, чувствуешь? Будем заканчивать? Да, чуть-чуть устаю, начинаю уставать, чувствую усталость. Очень на хорошей ноте мы закончили просто как раз. Ага, да. Благодарю, хорошо. Давай, может, сейчас автоматически наполняются все необходимые энергии, связь у тебя с энерго... вибрации, цветные энергии, пралют, защита, все поднимается автоматически до максимально комфортного уровня, и после наполнения автоматически синхронизация, гармонизация. Ага, да, покалывания какие-то пошли, лоб почему-то начал щемить, третий глаз начало сжечь, почему-то чесаться начал, сжечь начал третий глаз. Хорошо, синхронизируется, гармонизируется вся энергия. И активизируется. Ага, я есть. И давай же все-таки вернемся в тот зал, где тебя приглашали, и узнаем, все ли мы посмотрели, или может что-то еще коротенько посмотрим и закончим. Ты знаешь, смешно, какое-то облако летает, и на облаке женщина обнаженная, появляется мужчина и начинается процесс зачатия. То есть обалдеть. На облаке все смотрят. Красивый процесс зачатия. Это наверное даже называется какая-то там кундалини, да, вот, энергии пробуждаются, чакры активируются все. И то есть я вижу, как они сидя, ну, как бы друг на друге, да, вот сидя, позвоночники ровные. Говорят, что самый сильный призыв души, когда сидя лицо к лицу, и чтоб ровные позвоночники были. И вот таким образом в идеале нужно дойти до одновременного оргазма. До одновременного оргазма и мужчины, и женщины. Вот тогда мощнейший импульс поднимается вверх к древу рода и призывается самая сильная душа из древа рода. как будто знаешь звонок позвонили в дверь с этой стороны позвонили в дверь и приходит какая-то прям древняя древняя душа в семью в род на землю спускается. Опытная в смысле. Да, опытная сильная какая-то очень какая-то сильная мы как бы сами связь налаживаем момент оргазма выплеска вот этой энергии она к древу рода идет вся к роду к родовому каналу и туда прям как вот как салют что ли как салют происходит всплеск и призывается самая сильная душа. это очень красиво вот так и должно быть а сейчас этих всплесков все меньше и меньше и меньше на планете как будто как будто это место не для того чтобы рожать а только для утех только для утех плотских утех и все а вот а по прямому назначению мало используется а должна использоваться по прямому назначению рожать приглашать души из древа рода в свою семью приглашать или впускать давать оболочку этой душе включается процесс готовится оболочка ручки ножки как аватар и в него вселяется уже душа вселяется в плод в животе у мамы и становится одухотворенным и чудо происходит и рождается как божество это все вот как показывают что это все как нужно как в церемонию превращать что это действительно величайшее чудо вот рождение ребенка это величайшее событие это чудо как мы вот люди да создаем мужчина дает семя женщина вынашивает как мать земля как матушка природа которая нам дарит дары природы так и женщина как земля как природа дает оболочку этой душе клетка за клеткой постепенно это все формируется внутри внутри целой вселенной рождается мысль мысль этих людей о продолжении рода продолжение себя о том чтоб передать дальше память накопленную за жизнь передать опыт своему ребенку и чтоб цепочка не прервалась цепочка продолжение рода прямое предназначение человека прямое предназначение высшее предназначение женщина которой нет детей это очень сейчас то есть неполноценная женщина женщина которая не может родить это очень серый такой комок это очень тоска одиночество несчастная несчастная женщина та которая не испытала счастья детворождения глубоко глубоко несчастная и одиноко именно трое трое есть еще над чем подумать конечно есть думать и думать работать и работать думать и работать никогда а сейчас показывают детские дома и там глазки такие тоже одинокие глазки которых оставили которых бросили и тоже они тянутся руки свои тянут возьмите к себе возьмите к себе тяжело там в этой среде нехватка любви вырасти в этой среде где идет нехватка любви тяжело вырасти и очень тоскливо на сердцах у этих деток а сейчас идет текст опять мурашки по телу что общество вот глубина и величие общества определяется отношением к детям и к старикам как мы относимся к детям и к старикам вот такими мы и являемся все уже по кругу все идет сереж давай будем заканчивать я сильнее уставать начинаю хорошо давай в свое место силы на очищение я под водопад я люблю постоять под хрустальным под водопадом умываешься водопадом горным водопадом умываюсь из меня я из да я чистый лист чистый лист чистый лист потом я прохожу через огонь через стену огня мельчайшие ниточки какие-то подключички все сгорает все исчезает я чистый лист чистая светлая душа я чистый лист чистая светлая душа вот и все ветер меня обдувает да и все и можно возвращаться энергии на автомате я поднимаю максимально посылаю любовь своей семье родным близким светлым силам и всему нашему светлому обществу союз светлых сил большое светится как на блюде знаешь как вот торт как торт несут на таком большом подносе там все заряжено светится в космосе красиво ну да благодарим всех помощников благодарим за информацию и сейчас я посчитаю от одного до пяти и ты выйдешь из состояния гипнотического транса полностью вернешься в свое тело будешь чувствовать себя легко и комфортно так один поток энергии продолжает входить в макушку головы два ясные светлые мысли возвращаются в голову три появляется желание шевелить пальцами руки но границы тела восстанавливаются четыре делаем вдох и выдох и пять ты здесь и сейчас ты полностью вернулся в свое тело синхронизируйся с людским телом да что-то немножко так подзатекло тело ой как интересно это все как-то про детей про рождение да пошла информация сама прям про традиции я так понял что надо вот это вот опять опять меня все славянские вот эти наши традиции не то что славянские а вот эти почитания предков почитания детей жен то есть вот это вот знаешь такое ну когда знаешь как будто это все обрядово так волнительно да вот это вот надо как-то так это все делать волнительно правильно тогда большая сила в этот процесс наполняется большой силой процесс ну как подготовки к беременности да планирование беременности надо планировать говорят беременность не получилось как получилось знаешь а планировать надо беременность понимаешь павел у многих же не получается ну если честно я как-то у меня был какой-то период когда много там писала что не получается а сейчас я давно уже не сталкивался с такими Что не получается.